Этому строению в центре Черкеска предположительно больше 120 лет. По крайней мере, пара стальных балок, которые являются частью каркаса здания, были отлиты в 1895 году. Некогда конюшня, впоследствии, разумеется, подвергшаяся реконструкции, теперь является одной из котельных республиканской столицы. Она обслуживает территорию от улицы Умара-Алиева до улицы Кавказской и между улицами Кирова и Международной. Чтобы люди, которые живут или трудятся в домах этого микрорайона, не замерзли в осенний-зимний период, сотрудники городских тепловых сетей постоянно контролируют состояние оборудования. Тепловые сети к концу сентября будут готовы на 100%. В настоящее время это, можно сказать, 99%. То есть остались еще самые-самые небольшие остаточки, которые мы доделаем буквально в эти дни. В этой котельной сейчас тихо. Все потому, что она полностью готова к началу отопительного сезона. После распоряжения городских властей сюда войдут рабочие, подключат котлы и тепло поступит в дома потребителей. Мы работаем с достаточно сложной техникой. И какие-то нештатные ситуации возможны всегда. Поэтому, опять же, по закону, по всем тем требованиям, которые к нам предъявляются, у нас есть запас всего необходимого. Это и трубы, это и задвижки, которые, как правило, могут нам потребоваться при ремонте. Если вдруг возникнет нештатная ситуация, это и наши бригады ремонтные, это и наши машины ремонтные, которые будут срочно выезжать и ликвидировать аварии, если они будут. Котельная номер 3 по улице Революционной претерпела небольшую реконструкцию. Внесенные в схемы изменения теперь позволят отдавать потребителям больше тепла. Вы видите, что устанавливаются приборы, по которым мы будем следить за безопасностью котла. Как раз идет установка расходомеров на котел. По этому параметру, расход воды через котел, у нас настроена автоматика безопасности котла. Кроме того, специалисты тепловых сетей отремонтировали около 3 километров своих линий. Причем кое-где понадобилось действовать очень оперативно, чтобы не тормозить на участках другие виды работ. Это касается в первую очередь территории 13 микрорайона Черкеска. По словам работников тепловых сетей, расположенная там котельная давно не ремонтировалась организацией, к которой она относилась. Теперь мы обслуживаем эту котельную, и мы обслуживаем эти тепловые сети. И если вы заметили, многие жители города заметили, что очень многое изменилось именно в 13 микрорайоне. Нынче летом, да, немножко мы не доставили неудобства нашим жителям, однако мы переложили очень большие участки теплотрасс. Наконец-то, значит, у тепловых сетей дошли до этого руки, хотя очень долгое время там ничего не ремонтировалось. Тепловые сети сейчас проводят именно капитальный ремонт теплосетей, чтобы в дальнейшем, потом, когда положат асфальт, уже таких работ не проводилось. Ну, будем менять все пересекающие водопроводы, это трубопроводы полностью на капитальный ремонт, это подлежит, а следом уже будет идти. Вот это наша задача сейчас на сегодня стоит, чтобы мы все это успели. Во время летних месяцев то тут, то там в Черкесске можно было видеть ремонтные бригады тепловых сетей, которые заменяли старые трубы на новые. Общая длина теплосетей Черкеска около 70 километров, а ведь еще надо учесть, что кое-где были уложены по 2-3 трубы. То есть в ведении предприятия имеется внушительных размеров хозяйства, которое к началу холодов будет полностью готово к эксплуатации. Правда, здесь стоит упомянуть, что за состояние внутридомовых коммуникаций отвечают уже управляющие компании и товарищества собственников жилья. Одни организации подготовку к периоду холодов практически завершили, другие, коим у теплосетей было немало нареканий, сейчас заняты устранением недочетов. Всего через несколько дней в мэрии Черкеска пройдет заседание, где внимание будет уделено общей готовности республиканской столицы к предстоящему осенне-зимнему сезону. Артур Максим, Андрей Дорошенко. Итоги недели.